В Рязани всего 7 пешеходных переходов, оборудованных специальными звуковыми сигналами, по которым ориентируются слабовидящие люди. Установлены они в местах массового проживания и около социальных объектов, которые часто посещают инвалиды по зрению. С помощью специального шумомера был замерен шум звукового сигнала, он не соответствует ГОСТам. То есть практически не слышно. Мы даже наблюдали сцену, когда слепая женщина не могла перейти, потому что она просто не слышала. Между тем, как выяснилось, светофоры эти совсем не помогают слабовидящим людям переходить дорогу. Звуковые сигналы настолько тихие, что за шумом проезжающих автомобилей расслышать разрешающий сигнал просто невозможно. Каждый день я хожу на работу, и когда иду на работу, я перехожу в этом месте. Если честно, это просто с риском для жизни, потому что, во-первых, трудно найти то место, где нужно перейти правильно улицу. Если возьмешь чуть ли не правее, то можно попасть на заграждение, и тогда приходится идти вдоль проезжей части, просто не знаешь, как попасть на тротуар. Это раз. И, во-вторых, страшно переходить от улицы, оживленное движение, и приходится постоянно надеяться на помощь окружающих. Очень неприятно. Совместно с активистами ОНФ представители общества слепых проверили несколько светофоров. Выяснилось, что звуковые сигналы в шести из семи случаев не соответствуют ГОСТу. Рядом с библиотекой для слабовидящих детей и предприятием, на котором работают инвалиды по зрению, звуковые сигналы отключены вовсе. Отключены сигналы и на самых крупных пешеходных переходах Рязани, на площади Победы и площади Ленина. Обратят ли внимание на эту проблему местные власти – вопрос. А пока слабовидящие люди вынуждены ежедневно рисковать жизнью, просто пытаясь перейти дорогу.